Анатолий Ревтов живет в станице Красногорска уже порядка 40 лет. Мужчина говорит, водопроводные трубы на улице Кубанской на его памяти никогда не менялись. Понятно, что за это время они износились. Частые аварии порой оставляли людей без воды. А потому ремонт на этом участке и полная замена труб для местного жителя радостная новость. Трубы были металлические, вот с той стороны станицы там меняли. Они уже не водные были, текли. Они металлические были, поменяли на пластмассу, немного не дотянули. Здесь тут металлические, тут все время порывы были. Но я думаю, что вот сейчас как трубы заменять, водоснабжение лучше будет. Лучше будет для нас то, что вода будет, наверное, постоянно, потому что, ну, как старье есть старье, новое поставить-то лучше будет. Новые трубы изготовлены из качественного материала. Срок службы такой водопроводной сети, как говорят специалисты, более ста лет. Материал полихлор, виниловый, диаметром трубы 110 миллиметров. Согласно сертификата срок службы до 100 лет. Они не ржавеют, налипания металлов не происходит внутри трубы. Так что они очень перспективны. И я думаю, что пока лучшего еще не придумали. Работы по замене труб здесь были начаты около двух недель назад. Всего же в рамках ремонта планируется выполнить реконструкцию на водопроводной сети общей протяженностью 700 метров. К тому же в ходе капитального ремонта будет произведена не только замена водопроводных труб, но и установка специальной камеры управления. Камера управления состоит из запорной арматуры, которая будет отсекать улицу Кубанскую от улицы 50 лет советской армии. На данный момент мы уже проложили 600 метров водопроводной линии. Осталось у нас 100 метров и камера управления. Все работы по установке нового трубопровода планируется завершить уже к концу этой недели. Дарья Назарова, Заурлиев, Архейс-24. Дарья Назарова, Заурлиев, Архейс-24.